чаще всего мы можем увидеть редких животных только в зоопарках или заповедниках но есть места где люди часто сталкиваются с ними в повседневной жизни и не всегда такое соседство может быть безобидным например белые медведи опасные животные которые хоть и редко но все же нападают на людей хотя иногда случаются и совсем другие истории в которых человек мирно сосуществует с диким зверем даже может прийти ему на помощь в случае необходимости этот невероятный случай произошел в поселке дикса на севере красноярского края в заполярье человек часто сталкивается с белыми медведями как правило все жители региона прекрасно знают как вести себя с ними животные не проявляют агрессию если их не провоцировать но все же лучше держаться подальше от этих огромных суровых зверей однажды в поселок пришел белый медведь который вел себя очень странно жители диксона знают что звери чаще всего рыскают в поисках еды где-то на окраине но этот белый медведь наводил ужас на весь поселок животные свободно разгуливала по всему диксону причем она явно не искала еду жители поселка старались держаться подальше от опасного хищника мало ли что медведи сами избегают людей но здесь был явно другой случай ему явно было что-то нужно от людей и когда медведь просунул морду в обрешетку крыльца одного из домов стало понятно что с ним удалось рассмотреть что у него во рту застряла банка из-под сгущенки все знают какие сладкоежки эти белые медведи похоже животное так увлеклось поеданием содержимого банки что засунуло язык очень глубоко а потом не смогло вырваться из ловушки так и осталась металлическая тара во рту у косолапова что ему оставалось делать кроме как отправиться к людям за помощью вот он и пришел в диксон когда люди поняли что животному нужна помощь они сразу стали думать как организовать спасение краснокнижного зверя попытки одного из очевидцев снять банку не увенчались успехом медведю попросту было больно а людям страшно тогда сообщили о медведе в рост природнадзор глава росприроднадзора светлана родионова сообщила что было срочно собрано заседание рабочей группы которая должна была понять как решить вопрос в итоге в столице были найдены нужные специалисты которые вылетели на спасение к мишке действовать нужно было оперативно потому что состояние медведя было очень плачевным просто на грани смерти сотрудники московского зоопарка быстро прибыли на место после чего приступили к сложному делу медведи обездвижили с помощью дротика со снотворным после чего аккуратно извлекли банку затем обработали поврежденный язык операция по предотвращению гибели редкого зверя прошла успешно медведь оказался медведицы примерно 2-3 лет после спасения дикого зверя еще какое-то время подкармливали рыбой но когда он почувствовал себя лучше то спокойно вернулся в свою естественную среду обитания теперь он точно будет осторожнее с банками или даже совсем перестанет есть сгущенку люди конечно же молодцы что не оставили бедную медведицу без помощи на этом все друзья делитесь видео пишите комментарии и ставьте лайки до скорого